вторжение первая часть перевод меня зовут доктор ловил генри пидмонд я исследователь ученый фонда специализируюсь на эзотерическом содержании аномальных объектов а также событий мест и я пропал со мной еще трое алисия коннорс она ассистент архивист ныне назначенная на сепи 914 джеральд хэндек он ассистент исследователь также работающий с сепи 914 и мэтью тергер он сотрудник охраны с которым я работал и вполне доволен его работой дело в том что действие копии сепи 316 полученный посредством сепи 914 но мы подвергли себя его действию действию света этого нового предмета теперь мы в каком-то месте которое как я подозреваю где-то в англии но у меня до сих пор не получилось подтвердить это мы все спрятались в теплице как и предлагал тергер ведь она находится на возвышенности а это дает нам отличный обзор так мы можем заметить нападающих врагов да на нас уже в этом месте нападали мы пытались разбивать лагерь в гостиной близлежащего заброшенного особняка но звуки выстрелов разбудили нас когда мы выставили часового во второй раз это был тергер он увидел как что-то омерзительное медленно плавит часть окна это пыталась добраться до коннорс пока она спала она почти скрылась от взора тергера но ему удалось подстрелить это он повредил переднюю часть существа его длинного тела и заставил отступить через разрыв в окне мы немедленно покинули это место это первый из моих записей я буду документировать наши попытки вернуться обратно доктор пидмонд конец записи первая ночь одна пуля потрачена осталось 72 сепи 749 капли дождя объект номера сепи 749 класс объекта безопасный особые условия содержания сепи 749 должны находиться в запечатанном хранилище для сдерживания жизнеформ под постоянным надзором по крайней мере трех охранников вооруженных химическими распылителями заряженными инсектицидами стены хранилища должны быть наклонными чтобы сепи 749 не пытались заползти на них окна хранилища должны быть забраны металлической сеткой через которую пропущен ток под напряжением 5000 в во время кормления сепи 749 нужно включить огненные фонтаны и впустить в область содержания млекопитающие весом не менее 70 килограмм огненные фонтаны следует оставить включенными по крайней мере на час кормление необходимо осуществлять каждые пять дней и никому из сотрудников не разрешается находиться в этот момент в области содержания описание и себе 749 это супер хищники отдаленно напоминающие представителей над классом многоножки длина их тела составляет приблизительно от 2.4 до 2.7 метров а форципулы выделяют чрезвычайно сильные кислотное соединение ph которого равен 0.3 за и сепи 749 замечена привычка охотиться во время проливных дождей кроме того они похожи знакомы с особенностями городских ландшафтов их методы охоты обычно заключаются в следующем существо залезает вверх по стенам жилых помещений далее с помощью выделяемой кислоты проникает внутрь обычно проделывая отверстие в стене или в окне а затем пожирает спящих людей и сепи 749 демонстрирует поразительную разборчивость выборе потенциальной жертвы во всех сообщениях о нападениях и сепи 749 упоминалось что существо атаковала в первую очередь маленьких детей или беспомощных людей пищевые пристрастия существ находящихся на содержании продолжают поддерживать заключение о наличии у них разума и сепи 749 похоже избегают обнаружения до момента нападения благодаря комбинации как визуальных так и слуховых способов маскировки выслеживая жертву сепи 749 изменяет цвет своего тела чтобы оставаться незамеченным даже на поверхностях со сложными рисунками такими как каменная кладка это делает его практически невидимым пока он не нападет уникальный способ ходьбы и форма ног существа позволяет ему подражать звуку капель дождя бьющих по твердой поверхности однако принимая во внимание необычайную точность с которой или сепи 749 имитирует этот звук изменяя его в зависимости от поверхности можно предположить что и сепи 749 либо достаточно умен чтобы изменять свой стиль походки в зависимости от поверхности либо создает какой-то эффект не основаны на вибрации который для потенциальной жертвы похож на звук капель дождя если слова эзотерическое содержание ничего не значит для вас пожалуйста прекратите прослушивание